Беседа 37 Павел, показывая это, говорит Римлянам 15.4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Слово Божественное есть сокровищница всякого рода врачеств. Так нужно ли смирить надменность, или обуздать похоть, или подавить пристрастие к деньгам, или преодолеть скорбь, или внушить благодушие и расположить к терпению, для этого всякий может найти там великую помощь. Кто из тех, которые борются с продолжительным убожеством, были одержимы тяжкой болезнью, просчитав предложенное теперь место, не получит великого утешения? Вот расслабленный, оставаясь в таком положении 38 лет, видя каждый год, как другие исцелялись, а он сам все еще одержим болезнью, однако же не падал духом и не отчаивался, хотя не только безотрадное прошедшее, но и безнадежность в будущем довольно могли поколебать его. Вот послушай, что он говорит, и пойми великость его страдания. Когда Христос сказал, хочешь ли быть здоровым, он говорит, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Что может быть жалостнее этих слов? Что горе снеет такого положения? Видишь ли сердце сокрушенное от продолжительной немощи? Видишь ли, как обузданно было в нем всякое нетерпение? Он не высказывает никакой хулы, как слышим от многих в подобных обстоятельствах, не проклинает дня своего рождения, не оскорбляется таким вопросом, не сказал, ты верно пришел смеяться, шутить над нами, когда спрашиваешь, хочу ли я быть здоровым. Но кротко и с великой покорностью говорит, да, Господи, хотя он и не знал, кто был вопрошающий и намерен ли был исцелить его, несмотря на то, рассказывает все скротость и ничего не требует, как будто говорил с врачом и хотел только рассказать о своей болезни. Может быть, надеялся он получить от Христа только ту помощь, что он сдержнет его в воду и для того хочет расположить его к себе такими словами. Что же Христос, показывая, что он может все сделать одним словом своим, он говорит. Встань, возьми постель твою и ходи. Некоторые думают, что этот расслабленный есть тот самый, о котором упоминается Евангелие Матфея 9, 2, 7. Но это не так, что ясно из многих обстоятельств. И, во-первых, из того, что при этом расслабленным не было никого из прислуживающих людей. Тот имел при себе многих людей, заботившихся о нем и носивших его, а этот никого. Потому и говорил, не имея человека. Повторюсь, из самого ответа. Тот ничего не говорил, а этот рассказывает все, что его касается. В-третьих, из времени этого случая. Этот исцелен в праздник и в субботу, а тот в другой день. Та же место того и другого различна. Тот исцелен в доме, а этот при купеле. Да и способ исцеления различен. Там Христос сказал чадо, отпускаются тебе грехи твои. А здесь сначала укрепляет тело, потом уже прилагает попечение душе. Там прощение, отпускается, говорит, грехи твои. А здесь увещание и угроза для предостережения ему на будущее время. Смотри, не согрешай. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. 14 стих. Притом обвинения от иудеев различны. Здесь они осуждают делание в субботу, а там обвиняют его в богохульстве. Но посмотри, как велика премудрость Божия. Христос не тотчас исцеляет его, а сперва предрасполагает его к себе вопросом. Пролагая в нем готовый путь вере. И не только исцеляет, но и повелевает взять свой одр, чтобы и совершившееся чудо имело тем более достоверности. И чтобы никто не считал этого события призраком или обманом. Ведь если бы члены тела не укрепились твердо и вполне, он не мог бы понести одра. Так Христос и часто делал, чтобы совершенно заградить уста бесстыдных. Так причуденно хлебами, чтобы никто не мог сказать, что народ обыкновенным образом насытился, и что чудо было только кажущееся. По устроению его оказалось еще много остатков хлеба. И прокаженному очистившемуся, он говорит, «Иди, покажись священникам», Матфея 84, чтобы через это дать более точные доказательства очищения и вместе заградить бесстыдные уста тех, которые называли его противником закону Божию. Подобным образом он поступил и при обращении воды в вино. Он не просто показал вино, но и приказал отнести его к распорядителю пира. Так что тот, признавшись в своем неведении о случившемся, представил таким образом несомненное свидетельство о чуде. Потому евангелист и сказал, «Не знал распорядитель пира, откуда вино», выражая тем неподкупность его свидетельства. И в другом случае, воскресив мертвого, Христос говорит, «Дайте ему есть» в Луках 85. И в этом дает видеть признак истинного воскресения. Всем этим он убеждал бессмысленность, что он был не обманщик какой-нибудь и не кудесник, но пришел для спасения общего истинства человеческого. Страница 237. Но почему Христос не требует от расслабленного веры, как это сделал в отношении к слепым, которым сказал, «Веруешь ли, что могу это сделать?» Матфея 9, 28. Потому что расслабленный еще точно не знал, кто он. Христос не прежде чудес, а после них обыкновенно делал это. Те, которые видели силы его на других, справедливо слышали от него такой вопрос. А те, которые еще не знали его, а должны были узнать по знамениям, уже после чудес вопрошаются о вере. Потому-то и Матфей представляет Христа спрашивающим это у людей, не в начале его чудотворения, а когда он уже многих исцелил. Тогда и спрашивает об этом. Именно только двух слепцов. Но ты и так можешь видеть веру расслабленного. Услышав слово «Возьми постель твою и иди», он не посмеялся и не сказал, что это значит. Ангел не сходит, возмущает в воду и только одного исцеляет. А ты человек! Неужели надеешься сделать больше ангелов одним повелением и словом? Это гордость, тщеславие, насмешка. Но ничего такого не сказал. Даже не подумал. А лишь только услышал, тотчас встал и, получив здоровье, не ослушался данного ему повеления. «Встань, возьми постель твою и ходи!» Удивительно это. Но последующие обстоятельства еще гораздо удивительны. Лучше сказать, что он уверовал во Христа с самого начала, когда никто ему в том не препятствовал. Это не так удивительно. А что после того, когда иудеи бесновались со всех сторон, наступали, осаждали, осуждали его и говорили, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели!» Он не только презирает их бешенство, но и с великим дерзновением среди собраний народа провозгласил о благодетели своем и заставил молчать их бесстыдный язык. Это я признаю великим мужеством. Когда иудеи, окружив его сукаризной наглостью, вы говорили ему, «Не должно тебе брать постели! Сегодня суббота!» Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, «Возьми постель твою и ходи!» Вот что говорит он им. Как бы так он говорил, «Вы говорите вздор и с ума сходите, запрещая мне считать учителем того, кто исцелил меня от столь продолжительной и тяжкой болезни, и погиноваться ему во всем, что он не повелит мне!» А если бы он хотел поступить коварно, то мог бы и иначе сказать, например, что я это делаю не по своей воле, а по приказанию другого, если это грех, то обвиняйте приказавшего мне, а я оставлю свой отдор. Он мог бы и скрыть чудо исцеления, он ясно видел, что они досадуют не столько за нарушение субботы, сколько за исцеление болезни, но он не скрыл чудо и не сказал таких слов и не просил у них прощения. Он громким голосом признавал и провозглашал оказанное ему благодеяние. Так поступил расслабленный. Но посмотри, как злобно они действовали. Они не спрашивают, кто он, исцеливший тебя. Они молчали об этом, а всячески выставляют на вид кажущееся преступление. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, «Возни постель твою и ходи». Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Стих 12, 13. Для чего же Христос скрылся? Во-первых, для того, чтобы в отсутствии Его свидетельство было свободно от всякого подозрения. Получивший чувство здоровья, был, конечно, достоверным свидетелем благодеяния. Во-вторых, для того, чтобы еще более не возжечь гнева их. Он знал, что и один вид человека ненавистного немало воспламеняет ненавидящих. Поэтому, уклонившись, он оставляет дело само за себя действовать пред ними. Так что уже не он сам говорит что-либо о себе, а исцеленный им, вместе же с ними и сами обвинители. И они также со своей стороны дают свидетельство о чуде. Потому что не говорили, почему ты повелеваешь делать это в субботу, а почему ты делаешь это в субботу. Они негодуют не за преступление, а завидуют исцелению расслабленного. Между тем, если тут было человеческое дело, оно было в том, что делал расслабленный. А со стороны Христа было только слово и повеление. Таким образом, здесь Христос повелевает другому нарушить субботу. А в иных случаях он сам делает это, например, когда брением от тюновения помазывает очи. Но он делает это не приступая к закону, а поступая выше закона. Впрочем, об этом после. Не во всех случаях одинаковым образом он оправдывается, когда обвиняет его в нарушении субботы. И это надо заметить тщательно. 239 Между тем посмотрим, насколько великое зло, зависть, и как она ослепляет душевные очи вопреки собственной пользе самого одержимого ею. Как беснующиеся часто обращают мечи на самих себя, так и завистливо, имея в виду только одно, вред тому, кому завидуют, теряет собственное спасение. Они хуже диких зверей. Звери нападают на нас, или имея недостаток в пище, или, будучи наперед, нами, самими раздражены. А те, и будучи облагодетельствованы, часто поступают с благодетелями, как с врагами. Так они хуже диких зверей, и подобны бесам, а может быть и их хуже. Бесы имеют непримиримую вражу только против нас. Они делают козни против подобных себе по естеству. Этим-то и Христос заградил уста иудеям, когда они говорили, что он изгоняет бесов силой в вере Зевула. Но завистливые не уважают и единство природы, да не щадят и самих себя. Еще прежде чем повредят тому, кому завидуют, они мучат собственные свои души, наполняя их напрасно и без нужды всяким беспокойством и недовольством. В самом деле, для чего ты скорбишь, видя благополучие ближнего? Скорбеть, конечно, следует нам, когда мы сами терпим зло, а не тогда, когда видим благополучие других. Потому грех этот не может иметь никакого извинения. Блудник еще может указывать на похоть, вор на бедность, человекоубийца на раздражение, хотя эти извинения пустые и неосновательны, но все же могут иметь вид оправдания. А ты какую представишь причину, скажи мне? Совершенно никакой. Кроме одной крайней злобы. Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, то какому подвернемся наказанию? Если любящий любящих его ничем не лучше язычников, то злобствующий против людей, ничем не оскорбивших его, какое может получить прощение, какое помилование? Послушай, что говорит Павел. «Если предам и тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13.3 А что там, где зависть и ненависть, уже вовсе нет любви, это всякому ясно. Зависть хуже и блуда, и прелюбодеяния. Эти пороки ограничиваются теми, которые делают их. А преобладание зависти не спровергало целые церкви и делало зло всей вселенной. Она – мать убийства. Так Каин убил брата, так Исаф хотел убить Якова, так Иосифа – братья, так всех людей – дьявол. Ты не убиваешь. Да ты делаешь много еще хуже убийства, когда, например, желаешь, чтобы брат твой потерпел бесчестие, когда со всех сторон расставляешь ему сети, расстраиваешь его труды, подъятые им ради добродетели, досадуешь, что он угоден Богу вселенной. Таким образом, ты уже враждуешь не против него, а против того, кому он служит. Его оскорбляешь, когда собственную свою честь поставляешь выше его чести. А что всего ужаснее? Грех этот ты считаешь безразличным, тогда как он тяжелее всех других. Хотя бы ты подавал милостыни, хотя бы вел трезвую жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату своему. Это очевидно из следующего. У Калинца некто впал в любодеяние, но, будучи облечен, скоро исправился. Каин позавидовал Авелю и не исправился, но даже когда Бог непрестанно напоминал ему об его болезни, он еще более мучился с завистью, раздражался и устремлялся на убийство. Так нет ничего упорнее этой страсти, и нелегко она уступает врачеванию, если мы не будем внимательны. Потому и сторним ее из себя с корнем, представляя себе то, что, как мы оскорбляем Бога, завидуя чужому добру, так благоугождаем Ему, сорадуясь другим, и себя делаем участниками благ, уготованных людям добродетельным. Потому и Павел урещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтобы от кого и другого получить нам великую пользу. Римлянам 12.15 Итак, помни, что хотя бы мы сами и не трудились, а только сочувствовали труждающемуся, мы можем разделять с ним венцы его, оставим всякую зависть и насадим в душах наших любовь, чтобы, сорадуясь благополучию братьев наших, мы могли сподобиться благ настоящих и будущих, благодатью и человеколюбвием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.